Сарю небесный, утешителю души истины, И же везде сын, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю, крылья и вселисяны, И очистены от всяких скверны, И спаси Божьей души нашу. Билосердный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой, Благодарим Тебя, что Ты нас собрал сегодня на эти занятия. Благослови нас, услышать Твое Слово, принять Его в сердце и исполнить, И понести Его людям, которые еще не слышали о Тебе, Или слышали, но не приняли. Благослови нас, Господи, доводь на все Твоя святая воля, И слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. У нас Евангелие Иоанна, и мы продолжаем. Двенадцатая глава, и знаете, такая довольно обширная у нас сегодня глава. Ну ладно, вот ее пройдем. Двадцатый, двадцатый стихи, аж пять стихов целых. Давайте прочитаем. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, И просили его, говоря, Господин, Господин, Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падше в землю, умрет, не умрет. Да. Ошибочки. А там прям нет ошибок какая. Ну, умрет написано. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падше в землю, умрет, то принесет много плода. Ну да, правильно. Все здесь правильно. Просто есть в другом месте, там это по-другому написано. Да, все правильно, умрет, то падше в землю, принесет много плода. Про голое семя есть еще, это по коринфянам пишется там. И толкование блаженного Феофилакта на эту историю, такое очень важное. По причине красоты храма и чудес, передаваемых у иудеев, многие из эллинов пришли поклониться. По причине красоты храма и чудес. Чудес. Господь чудеса-то делает. Ну, и не только Господь Иисус. Бог делает чудеса. Помните, там этот, Вефезда, где овечья купель, там тоже возмущается вода, и люди исцеляются. Христа там нету, это Господь давно уже действует. С Ветхого Завета такие чудеса были. По причине красоты. Они были близки к тому, чтобы стать и пришельцами, то есть принять иудейство. Ну, пришельцы, это празелиты, можно говорить. Пришельцы, почему говорится слово пришельцы, это в Ветхом Завете, Господь говорит о пришельцах, то, ну, там, допустим, примите их, говорит он, пришельцев, которые к вам придут, принимайте их. А для того, чтобы они стали с вами вместе, ну, одинококровными, они должны обрезание принять. И тогда они станут уже настоящими членами Ветхозаветной Церкви. То есть, будут народом Божьим. То есть, принять иудейство. Вот это тогда. Когда дошла до них молва об Иисусе, они подходят к Филиппу и просят его доставить им возможность видеть Иисуса. Ну, здесь нужно уже молва об Иисусе. Какая молва об Иисусе? Дошла. Какая молва об Иисусе? То, что он ходит, делает чудеса. В основном чудеса. Исцеляет. Накормил. Вот, вот. Ну, хорошо. Какая еще? Ну, правильно? Я тоже не думал, что он от Бога что-то, Сын Божий что-то. Ну, молва может быть о том, что за ним охотятся, что кому-то он не нравится из высших кругов. Тоже такое могло быть. И люди пришли посмотреть сами. Они чудеса-то видят. А почему он не нравится-то высшестоящим какие-то... Ну, там, Лазаря бы... Лазаря... Перед этим как раз про Лазаря есть тут же. Перед этим написано «Потому и встречал его народ и бы слышал, что он сотворил это чудо». То есть воскресит Лазаря. Поэтому встречают. Это же понедельник у нас. Понедельник перед... Страстная Седмица, короче говоря, началась. Просто никто еще этого не знал. Так, давайте еще. Много мы знаем, слушайте. Слава Христу. И к Филиппу подходят они. И просят его доставить им возможность видеть Иисуса. Доставить им возможность. Сразу почему-то к Христу не идут. То есть до такой степени, когда вот человек... ... ... Сюда просто вот ... Продолжение следует...